От перекрытий к нарушениям водители жалуются на дорожную разметку возле торгового центра «Июнь». Сплошная полоса там не позволяет повернуть к развлекательному комплексу. Хотя две недели назад там родни нанесли прерывистую, однако сейчас она просто исчезла. Ее сложно заметить днем, не говоря уже о ночном времени суток. На партизанах «Железняка» сейчас находится наш корреспондент Илья Керпс. Илья, видно ли ту работу, которую проделала городская администрация, казалось бы, только в начале апреля? Катя, ну как сами можете убедиться, здесь, на партизанах «Железняка», рядом с торговым центром «Июнь», прерывистую полосу рядом со сплошной абсолютно не видно. Поэтому повернуть, чтобы повернуть к торговому центру, водителям приходится нарушать все правила. Иначе у них только один объезд, это необходимо делать большой круг, заезжать с правобережья по Октябрьскому мосту с острова Татышев, и тогда уже добираться до развлекательного комплекса. Я отмечу, вот можете сами посудить, сейчас на ваших экранах появятся фотографии из социальных сетей. Момент, когда работы выполнялись, это было 6 апреля. И вот спустя две недели, какой результат мы сейчас можем видеть. На фото можно заметить слабые очертания прерывистой полосы. Ну а почему, собственно, краску смыло, неизвестно. И теперь перестроиться повернуть ни к торговому центру, ни к автозаправочной станции, и даже к церкви дальше по партизану «Железняка» совершенно невозможно. И вот что на этот счет говорит сам автор поста. Давайте послушаем. Мне пообещали буквально вчера, когда я это опубликовал, потому что как только погодные условия позволят, как только финансовые условия будут соблюдены, то разметку будут наносить термопластиком. Изо всей силы хочу призвать перестать заниматься вот этой фигней. Нужно делать все планированно, чтобы разметка и знаки соответствовали друг другу, чтобы никто никому не мешал, а все друг другу помогали. Но я отмечу, наносить дорожную разметку у нас в городе почему-то заведено только в течение пяти месяцев, с мая по сентябрь. Пока позволяют, собственно, погодные условия, и когда завершился дорожный ремонт, тогда и наносят уже разметку на дорогах. Однако менять схемы движения транспорта в городской мэрии привыкли круглогодично. Отсюда как раз-таки схема работы всей транспортного коллапса, так скажем, она и ломается. Зимой движение поменяли вот на этом участке и отдали полосу автобусам, общественному транспорту, но разметку нанести не смогли физически. Поэтому я призываю городскую администрацию обратить на эту проблему внимание. Ну а у меня на этом все. Екатерина. Спасибо, Илья. Это был Илья Керпс. Прямое включение с улицы Партизана-Железняка, где исчезла свеже нанесенная разметка.